Ребят, всем огромный привет! Меня зовут Фил, канал Честный Блог. На российский рынок и поступил новый смартфон. Это Vivo Y30. Честно говоря, с компанией Vivo меня мало что связывает, потому что я пользовался только двумя смартфонами. Какой-то был бюджетник и еще Vivo Next 3. Это флагман 2019 года, очень крутой, просто. Такой был здоровский смартфон, мне очень сильно понравился. Но это там, в верхнем сегменте. А Vivo Y30 это смартфон, который стоит порядка 17 тысяч рублей. Я ждал от него, честно говоря, большего. Прямо реально большего. Так что давайте расскажу вам все как есть. Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Погнали! Первое, что могу сказать, у меня тестовый девайс. То есть у меня нет с собой ни коробки, ничего. Я не знаю, что находится в комплектации. Но судя по тому, что здесь зарядное устройство поддерживает лишь скорость в 10 Вт, я могу сказать, что в принципе, скорее всего, в комплектации не будет вообще ничего интересного. И вообще, знаете, пробежавшись по характеристикам этого смартфона, я понимаю, что 17 тысяч рублей за такой телефон, это, простите меня, слишком много. Ну, во-первых, здесь у нас разрешение не Full HD, а HD+. То есть здесь матрица на 647 дюймов, и средняя плотность получается 266 точек на дюйм. Это, простите меня, мало, когда у Xiaomi за такие же деньги 400 точек на дюйм. Здесь, как бы, маловато. Пластиковый корпус, толщина смартфона 9,1 мм. Весит смартфон 197 граммов. Один из самых главных моментов положительных в этом смартфоне, это то, что здесь аккумулятор на достаточно внушительные 5000 мАч. Если бы год назад показали такой аккумулятор, это было бы хорошо. Вы знаете, я бы сказал, что больше особо хорошего в этом смартфоне и нет. Но на самом деле он набирает в Antutu 100 тысяч баллов. 100 тысяч баллов в Antutu, когда конкуренты набирают 180 тысяч баллов, это Galaxy A51, а конкуренты в лице Xiaomi набирают 280 тысяч баллов. А здесь всего лишь 100. Здесь стоит процессор Mediatek Helio P35, 4 гига оперативной памяти, LPDDR4X и встроенный 128. Есть возможность использовать две сим-карты, есть возможность использовать карточку microSD. А еще сзади у него отсутствует элеофобное покрытие, поэтому все следы от пальцев мне приходится достаточно долго оттирать. В руке смартфон лежит достаточно хорошо, потому что он небольшой, 6,47 дюймов. Все органы управления находятся под большим пальцем, это удобно. Сканер пчатка пальцев находится сзади, он работает достаточно быстро. Ну, сканер пчатка пальцев научились давно делать хорошо. Также, понятное дело, есть разблокировка по лицу, которая работает, ну, наверное, могла бы работать и побыстрее. Сверху стекло покрыто защитной пленкой и снизу, я бы сказал, достаточно внушительный подбородок. Почему я обращаю на это внимание? Ну, потому что, опять же, у конкурентов такого большого подбородка нету. Это конкуренты Xiaomi, Realme и Samsung. Вот в этой ценовой категории 17 тысяч рублей. Вообще, честно говоря, производительность этого смартфона крайне небольшая, и поэтому даже при перелистывании обоев, даже при использовании каких-то родных приложений, есть определенные подлагивания, есть определенные подтормаживания. Все происходит как-то не сразу, порой достаточно долго и так далее. Что касается тростлинг-теста, на удивление, смартфон его прошел хорошо. Знаете, когда я пользовался Vivo Next 3, я заходил в меню настроек, и там, конечно, был сумбур, но сам смартфон был хороший, поэтому я на это особенно не обращал внимания. Но вообще, система Funtouch OS, которая стоит на Vivo, она, честно говоря, крайне странная, потому что в меню настроек, возможно, на некий китайский лад. Ну, то есть, мне непонятно, почему обновление системы находится практически посередине всего списка. Идет сразу за настройкой звука и вибросигнала, потом идет Jovey, потом идет навигация по системе, отпечатка пальцев, ультраигровой режим, затем идет режим мотоцикла и так далее. Короче, логики, честно говоря, я в этом особенно не вижу. При том, что на самом деле функционал у этой операционной системы, он достаточно большой. Здесь огромное, реально огромное количество настроек, при том, что здесь даже есть настройки такие, которых нету у других смартфонов. Ну, например, вот когда вы разблокируете, здесь происходит определенная анимация. Далеко не во всех смартфонах есть настройка вот этой анимации. А здесь она есть. Заходите в динамические эффекты, есть анимация отпечатка пальцев, есть анимация распознавания лица. И вот вы здесь можете выбрать, какой вам больше нравится. Как бы мелочи, приятно. Динамик у нас внизу один. Ну, давайте прямо сейчас для примера послушаем мою композицию. Если она вам понравится, здесь будет ссылочка. Переходите, поставьте лайк, пожалуйста, и напишите комментарий. Субтитры сделал DimaTorzok по сравнению моей композиции с Redmi Note 9 Pro. Напишите, пожалуйста, что вы думаете по звучанию. Мне показалось, что они были примерно где-то рядышком. Ясное дело, что изначально из коробки здесь идут внизу кнопки навигации, однако вы их, конечно же, можете поменять. Если зайдете в настройки, здесь есть навигация по системе, и здесь можно включить жесты навигации. Еще что касается связи 4G, здесь есть отсутствие определенных бендов. Это 7, 20 и 31. Погуглите в вашем регионе, нужны они или нет. Ну и что касается камеры, друзья, 4 камеры здесь сзади. Основная на 13 мегапикселей, апертура 2.2. Я даже не знаю, кто является производителем этой камеры, но апертура очень не светосильная. Широкоугольный объектив на 8 мегапикселей, апертура 2.2. Также для портретов есть еще камера на 2 мегапикселя, апертура 2.2, и макрообъектив на 2 мегапикселя, апертура 2.4. Ну и сейчас давайте посмотрим сравнение. Ну, во-первых, на камере нет стабилизации. Ни цифровой, ни оптической, никакой. Соответственно, все у вас дергается, динамического диапазона не хватает. Я снимаю сейчас Full HD, и здесь нельзя снимать 4K. Это еще один минус. В основном, во всех смартфонах ценового сегмента 17 тысяч рублей, 4K можно снимать уже как пару лет, наверное. Динамического диапазона не хватает, поэтому есть засветы. Смотрим на эту фотографию. Здесь оба смартфона справились в целом хорошо. Единственное, чуть более красивая и более контрастная картинка на Redmi. Еще одна фотография. Здесь темноватым получилась картинка на Vivo. По деталям я бы сказал, примерно одно и то же. Это портретный режим, но я не знаю, почему мне так не удалось сделать размытие заднего фона. Все было включено, но при этом размытия не было. Возможность связана это с тем, что у меня все-таки сэмпл предпродажный, и поэтому не работает. Но по детализации я могу сказать, что деталей не хватает. Есть какое-то сглаживание. Оно, конечно, меня молодит, но я бы не хотел все-таки такого качества. Портретник на основной модуль. И тоже очень сильно не хватает деталей. Плюс нету размытия заднего фона. Фотография огня. Здесь не хватило динамического диапазона, и не хватило резкости, и не хватило деталей. Вообще ничего не хватило. Ну и селфи с самоваром. Тоже, честно говоря, деталей не хватает. Короче, друзья, крайне странный девайс. Я, знаете, я посмотрел, что пишут про него в интернете, и там есть такие ролики типа «Хороший смартфон за свои деньги», «Классный бюджетник» и так далее. Я могу точно сказать, что в этом смартфоне нету ничего классного вообще, кроме аккумулятора на 5000 мАч. Все остальное, кроме аккумулятора, все очень слабое. Производительность, экран, камеры, быстродействие. Если смотреть, что сейчас на рынке, мне кажется, что такой смартфон должен стоить меньше 10 тысяч рублей. Это вот мое мнение. В общем, наверное, все, что я хотел вам рассказать об этой новинке от компании Vivo. Ждем нового флагмана, потому что там наверняка будет интересно и круто. Ну а я максимально честно постарался подойти к этому вопросу. Очень аккуратно, чтобы вот малыша прямо сильно не задеть. Огромное спасибо за то, что посмотрели это видео. Я надеюсь, что оно вам полезно. Пишите в комментарии, что вы думаете по поводу компании Vivo. И увидимся в следующих видосах. Меня зовут Фил, это Честный Блог. Всем спасибо и пока!